Добрый день. Вот у меня колочек весь 77-й. Мне нужно получить консультацию по поводу земельного участка. Четыре года назад, когда молодой юрист Майрам Петросян впервые переступила порог многофункционального центра, слегка растерялась. Столько нового нужно было освоить. После окончания вуза вела прием в сельских округах. Это стало хорошим подспорьем в работе с людьми. Мне странно то, что я должна помочь человеку. Должна помочь решить тот вопрос, с которым он пришел. Ее распахнутые глаза, теплота и доброта располагают людей. А посетители приходят разные, порой отчаявшиеся найти помощь. Человек успокаивается. После общения с тобой ты видишь, что настроение у него резко сменилось. Даже по окончании консультации, либо приема документов, даже благодарность рассказывает. Постоянно совершенствует свои знания, старается постичь все аспекты и тонкости работы. В курсе всех изменений в законодательстве и регламентах. Скромная и приветливая, отзывчивая и очень внимательная к мелочам, аккуратная во всем майорам, давно завоевала уважение среди коллег и руководства МФЦ. Она отзывчива, она трудолюбива, она исполнительна. В коллективе она пользуется уважением. Помимо этого, к людям она также открыта, что в нашей работе играет немаловажную роль. Постарается всегда на работе освоить что-то новое. Всегда подходит Виталий Викторович, задает вопросы. Вот здесь новая услуга планируется. Как мы ее будем оказывать? Подсказывает какие-то вопросы. Как все это дело оформить? Приятно с таким человеком работать. Чувствуешь не подчиненного, а практически поддержка нашего имиджа. Имиджа нашего города. Имиджа нашей страны. Майрам считает себя счастливым человеком. Крепкая семья, двое детей, любимая работа. То, что я работаю в МФЦ, наверное, это и есть мечта, потому что это работа по душе. Я после работы стараюсь оказывать большое внимание и деткам, и мужам, и родителям. Стараюсь успевать. Поэтому ее спокойствие и уверенность передается клиентам многофункционального центра. Качественно и быстро, за каких-то 12 минут, она успевает вникнуть в суд дела и помочь человеку. Я думаю, что для этого нужно проявлять больше внимания, терпения и понимания как к человеку, так и к его проблеме. К такому специалисту хочется вернуться снова. Быть профессионалом легко, считает девушка. Главное, все, что делаешь, делать с любовью.